Этих юных спортсменов не пугают ни комары, ни крапива. Зайти в чащу незнакомого леса, правильно в ней сориентироваться и благополучно вернуться обратно для них не проблема. Дайте только, что называется, карты в руки. 166 человек из 33 регионов страны приехали в Химки на первенство России по спортивному ориентированию. В этом виде спорта нужно уметь читать карту, правильно анализировать маршрут передвижения и, конечно же, отлично бегать. Постоянно надо думать и искать какие-то решения, то есть не монотонный какой-то, очень динамичный и умственный. Спортсмены проходят дистанцию в 3,5 километра. По пути следования отмечаются на 9 контрольных пунктах. Любители пробивают маршрутный лист на контрольной точке, что называется, вручную. Профи же используют бесконтактные спортивные чипы, которые позволяют сэкономить драгоценные секунды. Своё выступление оцениваю на 4 с плюсом. Как всегда, можно было и получше, конечно. Опять чуть-чуть не хватило до тройки. До третьего места мне не хватило 12 секунд. Ну, первое, второе место, там ребята сильные бегут. Сегодня они были гораздо быстрее, выносливее. Химчанин Кирилл Комаров уже несколько раз подряд брал бронзу по спортивному ориентированию в самых разных соревнованиях. В этих стартах Кириллу не удалось завоевать медаль. Однако отличились химкинские девушки. В категории до 17 лет Кристина Евсякова взяла золото, а Светлана Алиниченкова – бронзу. Я думаю, что достойно мы, школа наша начинает завоевывать, в общем-то, в области уже точно завоевала лидирующие позиции. И мы уже начинаем подниматься и во всероссийском уровне на лидирующие позиции. Состязания длились три дня и включали в себя Кубок России, областные и всероссийские старты. Первый день соревнований прошел в лесопарке рядом с 30-й школой, а во второй и третий спортсмены боролись за медали в городских условиях. Сервер Бекмобетов, Дмитрий Бочаров, новости Химки ТВ.